В ночь с 1 на 2 июня остановило сердце участника обороны и освобождения Одессы Якова Савченко. Сегодня город-герой простился с ветераном войны, легендарным полковым разведчиком. Своей самой ценной наградой Яков Андреевич считал медаль за взятие Берлина, датированную 2 мая 1945 года. Она напоминала ему о его втором дне рождения, когда он выжил после тяжелого ранения, вопреки прогнозам врачей. Каким помнят прославленного земляка его родные, товарищи и простые горожане в сюжете наших корреспондентов. Дочь друга Якова Савченко, партизана Мурая Гоголя, вспоминает, как дядя Яша приходил к ним в гости, и они вместе с ее папой пели песни военных лет. Для нее, как и для многих молодых людей ее поколения, Яков Андреевич всегда был примером мужества и чести, того, как нужно жить и любить свое отечество. У Якова Андреевича были хорошие музыкальные способности. Он даже собирался поступать в театральное училище, но началась война. Песни Победы – это то, что ветеран любил больше всего. Казалось, что музыка излечивала его. Они были друзья с детства, и они были беспризорники. И в том детстве они росли вместе. Когда застала их война, они вместе пошли в партизанское подполье, были в катакомбах. И вот эту всю жизнь пронесли рука об руку. И свою дружбу, и войну, и тягости они видели, вы знаете, и предательство, и смерть, и кровь. И тем не менее, остались добрыми, отзывчивыми. Незадолго до 75-й годовщины Великой Победы Яков Савченко отпраздновал свой день рождения. Ветеран встречал гостей в военном мундире с орденами и медалями. Его день рождения 2 мая. Ему исполнилось 96 лет. И вот мы отмечали и поздравляли его с Днем Победы. Он пел песни с Днем Победы. Вот до последнего дня. Вы знаете, он замечательный человек. Светлая память останется о нем на многие-многие десятилетия. Я думаю, что вот наша инициатива Украинской морской партии будет поддержана, чтобы мемориальная доска была установлена на доме, где жил и трудился Яков Андреевич Савченко. Светлая память ему и Царство Небесное. Это уникальный человек. Человек силы воли, силы духа. Он безумно любил Одессу. Он безумно любил молодежь. Он безумно любил День Победы. Он всегда улыбался. Он всегда был в отличном расположении духа. Сегодня, знаете, я считаю, что скорбит вся Одесса. Потому что лучшие уходят. Ветеранов становится с каждым днем все меньше и меньше. А Яков Андреевич был действительно человек. Председатель Совета ветеранов Приморского района был знаком с Яковом Андреевичем более трех десятков лет. Он с трепетом вспоминает отрывки из биографии ветерана. Говорит, герой-освободитель был добрым и мудрым человеком. Много он вложил своего труда в развитие нашего ветеранского движения в Приморском районе. Общаться с Яковом Андреевичем было очень легко. Он всегда, по-моему, насквозь видел человека, с которым разговаривает. Видит так, что все положительные и отрицательные стороны собеседника. Но никогда, ни одним словом, даже жестом не мог что-то плохого сказать о человеке, с которым общался. На протяжении многих лет этот сильный характер мужчина возглавлял Совет ветеранов детского городка имени Коминтерна. Помогает таким же, как он, сиротам и семьям фронтовиков. В память об этом на территории Одесской юрокадемии установили памятник «Спасенное детство». Трудовая деятельность Якова Андреевича была связана с образованием и воспитанием подрастающего поколения. Герой-одиссит Яков Савченко был полным кавалером наивысшей награды Одесской юрокадемии. Он смог поступить в университет, закончить университет, стать кандидатом наук, доцентом и потом всю жизнь преподавать и работать со студентами. Вы знаете, он внес большой вклад в развитие патриотического воспитания нашей молодежи. Честь и хвала нашему дорогому Якову Андреевичу Савченко. Яков Андреевич ушел на фронт добровольцем в 16 лет. Сражался в составе истребительного батальона, ввел подпольную работу в партизанском отряде и участвовал в разведывательных операциях во время оккупации Одессы. В судьбоносном для Одессы в 1944 году в составе 248-й одесской стрелковой дивизии участвовал в освобождении родного города, после чего отправился на запад и дошел до Берлина. Полк Савченко штурмовал рейс-канцелярию, на крыше которой Яков Андреевич лично воздрузил Знамя Победы. Награжден тремя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны и порядка 20 медалями. Среди них за взятие Берлина, за оборону Одессы, за отвагу, за боевые заслуги и многими другими.